друзья всем привет меня зовут костя лесик и я за несколько дней до чемпионата россии нахожусь в прекрасном и олимпийском городе сочи вон там вон в ледовом дворце айсберг работает олимпийский чемпион алексей урманов и как вы знаете на предстоящий чемпионат россии отобралась его ученица станислава молчанова я думаю мой визит в прекрасный город-курорт это отличная возможность поближе вас познакомиться с таниславой и узнать у алексея все что он думает о последних событиях фигурном катании погнали общаться алексей евгеньевич ну здравствуйте хотелось бы в первую очередь вас спросить о вашей ученице станиславе молчанова которая выступит на чемпионате россии в челябинске можете ее презентовать скажем так болельщикам фигурного катания спасибо спасибо большое да действительно станислава молчанова представляющая краснодарский край отобралась на чемпионат страны и буквально во вторник мы уже отправляемся в челябинск подготовка практически завершена у нас остался там остались последние штрихи ну будем стараться как можно лучше выступать она очень симпатичная женственная девушка очень неплохо катающаяся на коньках но как будет все это дело выглядеть на соревнованиях понятное дело что мы никогда не предсказываем мы провели большую работу по подготовке и как я уже сказал будет стараться выполнить все то что она умеет делать задачи какие перед не ставить да вы знаете мы же на самом деле вернее не мы я неправильно говорю а станислава она же дебютантка чемпионат поэтому он перед нами не стоит никаких сверх суперических задач наша самая главная задача это сделать достойно свое катание которое мы подготовили а какая по вашему ее вот самая главная фишка чем она может выделяться на фоне остальных фигуристок фишечка станислава но у нас а но на самом деле знаете фишечки это все-таки уже как сказать таких более более матерых что ли спортсменов более опытных более профессиональных то есть если мы вспоминаем прекраснейшим образом юзуруханью которая является двукратным олимпийским чемпионом вот у него есть уже какие-то свои фишечки а на сегодняшний момент я думаю что станислава находится в поиске своих фишечек ну надеемся что она их скоро найдет станислав привет ну смотри у каждого фигуриста есть история о том как он начал заниматься фигурным катанием расскажи как во сколько лет как вообще это произошло начала я заниматься фигурным катанием 5 лет у меня папа занимался любительским хоккеем и мама раньше занималась по прибежным спортом но потом тоже перешла на фигурные коньки тоже ну как любитель и как-то они меня просто так взяли с собой на лед потом я начала кататься мне очень понравилось и так я осталась в фигурном катании уже стала более профессиональной заниматься смотри это все происходило в краснодаре правильно да это было в краснодаре и начинала я кататься на катке который находился в торговом центре потому что тогда еще таких спортивных комплексов не было и сколько лет у тебя вот это вот в торговом центре твои приключения продолжались ну вот и три точно потом уже стали строиться катки и лет в 11-12 я уже точно каталась в спортивном комплексе хорошим как так у тебя получилось что ты оказалась в сочи летом этого года мы катались здесь на сборах ситуация была не самая хорошая некоторые катки были закрыты и мы здесь катались на сборах прокатались продолжительное время мне понравилась та команда которая здесь работает я решила продолжить тренироваться здесь может пожалуйста рассказать про свои программы с которыми ты будешь выступать на чате россии кто их ставил музыку мы слышали на кубке россии да это эдит пиаф и это у босса что чувствуешь как вообще образы твои раскрываются обе программы мне ставили в прошлом году еще в прошлом сезоне короткая программа и тогда идет 5 оставила мне симонова мария для меня это такая легкая свободная музыка что-то такое очень но положительные эмоции несет произвольную программу тоже ставили в прошлом году ставил ее никита михайлов постановщик в этой программе я рассказываю такую небольшую историю про кукловодой и марионетку уже пытаюсь передавать какие-то более трагические но ноты тяжелая музыка но я стараюсь показывать все ее прелести музыка очень сложная потому что в конце там такое ускорение идет увеличивается и я стараюсь уже не отставать и передавать настроение то которое ну как бы внес туда композитор ну все просто знают музыку по китайской паре до которая стала чемпионом мира я так понимаю у вас совершенно разные истории истории совершенно разные но вдохновилась именно этой пары я смотрела в прокат на чемпионате мира они вот тогда выиграли мне очень понравилось их выступление но мне очень выдушевило и не понравилась именно эта идея я решила что я тоже буду катать под эту музыку раз ты вот сказала про чат мира может кто-то еще тебя вдохновляет смотришь как вот человек побеждает преодолевает себя и тебе самой хочется совершать новые подвиги у меня всегда очень вдохновляла каролина костнер и катание она очень свободно каталась очень завораживала зрителям своим катанием кстати насколько я понял по твоему инстаграму у тебя красный аттестат за 9 класс правильно же да все пятерки как тебе это удается самого детства родители меня приучили к учебе мне это нравится но какие-то предметы мне более сложно дается какие-то более легко в принципе я просто но приучена к тому что не а любимые какие предметы любимые предметы это физика и химия ого высшее образование будет у тебя планируешь тренерская получать или что-то связано с физикой и химией я еще до конца не решила но мне нравятся обе области возможно позже определюсь пробовала когда-нибудь ультра си и может планируешь попробовать потому что часто мир стоит на месте я пробовала эти прыжки учила сейчас на льду их не исполняю но на полу я а что у тебя все получается тройной аксель ну то есть будущем может можешь найти силы чтобы попробовать его на льду суперски ну все спасибо тебе большое очень хорошо рассказала тогда хотел спросить у вас про вашу группу на кого еще стоит обратить внимание болельщикам на ближайших соревнованиях значит стоит обратить внимание на эдуарда картыня на который занимается в нашей группе занимается уже достаточно давно но он является членом сборной команды россии по младшему возрасту потому что в прошлом году он стал четвертом на спецпрограмме то есть на на первенстве россии считайте младшего возраста и соответственно на него стоит обратить внимание в этом сезоне мы выступаем по юниором соответственно прошли два этапа кубка россии мы с ним и в общем он достаточно хорошо выступал там и скорее всего получит право и возможность выступления на первенстве россии среди нюр алексей евгеньевич на смотрите сейчас в женском одиночном катании сочи выступает но сейчас в женском одиночном катании от краснодарского края поступает одна ученица один представитель скажите реально ли когда-нибудь что в будущем будет больше представительниц из краснодарского края и что москва питер как-то подвинуться в этом плане и все-таки регион есть регион и москву питер очень сложно обыграть в этом плане константин спасибо большое за вопрос потому что просто хороший и давайте я вначале скажу о том что конечно же мы будем к этому стремиться конечно же мы будем над этим работать это первое а второе это не не это никакая не отговорка да но если честно говорить то фигурное катание здесь краснодарском крае но не в краснодарском крае а конкретно в сочи там где мы сейчас находимся да ведь она же начало началось то только после олимпиады друзья мои ну давайте так объективно смотреть на вещи а до того как до того как здесь состоялась олимпиада 2014 году но это было только одно название что здесь есть фигурное катание ну на самом деле как бы большого его здесь не было ну вот поэтому за те шесть лет до которые прошли после олимпийских игр на вот мы как-то уже поработали и я считаю что неплохо поработали в том смысле что да действительно у нас есть спортсмены которые отбираются уже и на первенство и на чемпионат ну то есть это поверьте это большая работа и это я не хочу там сверх суперический хвалить себя и ни в коем случае этого не делаю но просто я констатирую факт что это есть и то есть это уже ну неплохое достижение реально вы же смотрели список участник список участник там всего по-моему две фигуристы на региону нет значит у нас есть станислава молчанова которая краснодарский край там есть девочка которая тульскую область представляет валерия костина если я не ошибаюсь и есть девушка которая оренбургскую область по моему представляет и но валерия шульская она тренируется в ангелах плющенко то есть ну я ну я ну подождите она регион какой представляет представляет оленбургской области я все правильно говорю правильно то есть есть три девушки которые представляют как вы говорите регионы все остальное то москва и петербург правда да верно ну ну слушайте ну внутри девицы же уже есть это хорошо это ну уже хорошо но все равно целых в пять раз больше получается из москвы и питера ну еще раз еще раз я в первой половине ответа своего я сказал что мы то есть здесь в сочи считайте это детеныш фигурного катания потому что он родился пять лет назад услышите ему пять лет от роду а вы представляете какие традиции в петербурге и в москве связанные с фигурным катанием ну ребят сколько сколько лет по вашему должно пройти чтобы детеныш стал взрослым таким уверенным человеком ну десятки десятки лет ну конечно у нас недавно вышло интервью с моей бутырской и она сказала такую мысль что чемпионат россии на самом деле не очень важный турнир от того что я шестикратная чемпионка россии вот вообще мне не тепло не холд никак что он всегда играл роль такого отборочного ступенькой был перед чемпионатом европы и чемпионатом мира интересно ваше мнение по поводу чемпионата россии насколько важно стать именно чемпионом россии насколько важен этот турнир значит я машу бутырскую очень уважаю и люблю и мы давно с ней дружим и выступали вместе в одно и то же время вот поэтому ей большой привет но я бы немножко я бы немножко по-другому сказал для меня лично да для меня лично да не бывает турнира незначимы их не бывает их не существует и объясню почему потому что любой турнир он же ну как сказать для спортсмена да и спортсмен на том или ином турнире вместе со своим тренером из тренерским штабом решают те задачи которые они поставили именно для этого турнира это ли не значимо это значимо ну то есть имеется ввиду что да хорошо там какой-то какой-то турнир может быть в начале сезона есть смысл смысл участия в этом турнире заключается там в том чтобы проверить готовность свою к там к предстоящему сезону ну окей чемпионат россии ничего себе чемпионат россии является отборочным для чемпионатов европы мира олимпийских игр и так далее как же как же как же можно про но чемпионат наверное сказать что он незначимый что значит он незначимый это значит что это значит что 18 ребят или 18 девчонок приедут просто погулять что ли ну как бы спустя рукава выступать но также не бывает они же тем более тем более тем более в сегодняшней конкуренции сегодняшней конкуренции женском одиночном катании ну в основном да говорят что он круче чем чат мира уже в женском не она совершенно верно совершенно верно там первая десятка девчонок будет творить чудеса ну правда если не 12 человек понравилась ваша фраза про то что начать и россии в женском одиночном катании будет 10-12 фигуристок показывать космос ну то есть вообще это творить чудеса но все-таки хочется узнать у кого по вашему мнению потому что вы видели в этом сезоне самые большие шансы забрать золото просто сейчас вот в соцсетях и вообще эксперты активно говорят что от камилы валиева самые большие шансы имеет победить согласны с этим я не хотел бы прямо выделять кого-то потому что действительно ну как мне кажется как человеку профессиональному знающему фигурное катание да мне кажется что ожидал будет должна быть борьба ну по крайней мере она ожидается и и эта борьба должна быть ну какой-то такой симпатичный симпатичный и все должны получить от этого удовольствие ну как бы но по крайней мере по крайней мере не знаю мне бы этого хотелось потому что это интересно это интересно поэтому не надо никого не надо никого выделять я же не случайно рожал что десяток девчонок да ну как бы которые хорошие да мы можем сказать что там есть там не знаю там 45 человек которые ну скажем так чуть чуть выше стоят по у по уровню своего мастерства но и валиева хороша да и щербакова хороша да и костарная хороша да и трусову не надо списывать да и листук тамышева прекраснейшим образом показала что она конкурентоспособна поэтому давайте давайте посмотрим сейчас ваша ученица одна из самых известных юлия лепницкая теперь работает в академии евгения плющенко как удивились этой новости обрадовались как вам кажется юля может стать крутым тренером юлька это передаю большой привет я очень рад за тебя что ты что ты двигаешься вперед и то что то что юлька сегодня пошла работать жени плющенко я считаю что это здорово и хорошо и вы давайте я просто пользуюсь моментом пожелаю и удачи в ее спортивно-тренерском пути вот и все но вы когда работали с ней видели что она может стать тренером тоже в будущем каким будет тренер это покажет время поэтому наверное сейчас постов поскольку ее тренерская карьера только-только лишь начинается мы не можем с вами гадать на кофейной гуще и что-то предсказывать и говорит ой да ну конечно же этот человек обязательно будет там гениальным тренером и так далее и так далее ну слушайте но это не бед не совсем правильно я еще раз говорю у меня прекрасное отношение я очень люблю юлю да я говорю сейчас то что я думаю и я говорю сейчас правду и она со мной не сможет не согласиться вот и все поэтому давайте подождем посмотрим понаблюдаем мы просто и желаем удачи да конечно обязательно желаем удачи и и у нее кстати недавно родился ребенок если вы знаете что поэтому слушайте она любит обожает свое свое детище свое чадо она любит обожает это фигурное катание на на самом деле очень хорошая девчонка она очень любит детей там и так далее то есть я думаю что она сейчас как раз таки будет именно в своей тарелке и будет очень хорошо как сказать в этой педагогической практике потому что это же тренерство это что это же педагог учитель кстати сейчас же поддерживаете с ней связь успели поздравить может быть с рождением мы обязательно поддерживаем мы всегда поздравляемся все делаем норвегия выдвинула предложение о том чтобы поднять возрастной ценз фигурном катании до 17 лет я хочу хотел бы узнать ваше мнение по этому просто я так понимаю что вы поддерживаете да эту эту инициативу это же тема уже давным-давно витает в колуарах и кружится на такая знаете она кружится как ветер как она такая вот вот она что-то витает на все это она уже до внешняя на самом деле и кто-то высказывает мнение за то чтобы поднимать кто-то высказывает мнение за то чтобы не поднимать но мое мнение что поднять немножко наверное было бы можно и как это по-вашему поможет дети должны соревноваться с детьми но взрослые должны соревноваться с взрослыми ребята ну вот мне кажется что это очевидно в роста вы допустим играете дети взрослые а где это разделение во сколько лет она происходит ну предложили 17 новость вы считаете но если если придет понимание у международной федерации союза конькобежцев и у всех людей которые голосуют и которые думают и которые совещаются обсуждают да как бы но если придет понимание что это 16 ну значит это 16 ну на самом деле вот где-то 1617 ну хотя бы было бы что-то еще раз вы пойму еще раз я об этом уже сто раз говорил вы поймите одну простую вещь что сегодня что сегодня происходит в 18 лет все заканчивают уже девочки фигурное катание не правда ли да кто у нас сейчас будет на чемпионате самым-самым старым самой старушкой ну лиза лиза сколько лизе лет 24 до пенсионерка но так говорят да в комментариях ну и в принципе если теперь внимание катанию теперь внимание что же такое то что же значит что она пенсионерка эта пенсионерка у нас этот самый как это называется месяц назад блестяще выиграла турнир в москве ростелеком не правда ли это пенсионерка но получается что нет получать ну хорошо выиграла же получать при возрасте ну то есть когда еще 15 лет значит не подождите не подождите я про что говорю то есть нам все но я не знаю но у меня может кто-то услышит вообще ну то есть зрителю но на мой взгляд на мой взгляд нормальному адекватному зрителю любителю вот интересно наблюдать за спортсменом да то есть то есть вот за лизой сегодня мне очень интересно наблюдать и как профессиональному человеку и как обывателю понимаешь почему потому что у нее был спад она выиграла этот чемпионат мира и чемпионат европы и все турниры в том сезоне 99 штук подряд понимаешь это было уже достаточно давно не правда ли по моему это был 2015 год сегодня на дворе 2020 5 лет прошло были спады были не попадания туда это не попадание в команду для участия там чемпионатах европы и мира это интересно это ну то есть я слежу за спортсменом я слежу за спортсменом как он растет как он как он преодолевает сложности свои сложности вот когда за каждое закаляется спортсмен но интересно всегда было наблюдать за бьердали нам которым которому уже было много лет но согласись ну не интересно было бы если бы он выиграл две гонки понимаешь и закончил но не интересно потому что нам хочется на него смотреть еще просто да такой аргумент у тех кто хочет оставить возраст что говорят сейчас уходит 18 а будут уходить в 19 то есть точно так же будет в 17 лет выходить побеждать и через пару лет уходить вам кажется будет так или нет ну вот просто это говорит вот давай давай так я сейчас поставлю жирную точку на этом вопросе потому что я уже все сказал я не хочу больше обмусоливать эту тему потому что это неважно я тебе скажу одну вещь три года назад если я не ошибаюсь я я был значит на чемпионате европы так и ну вот ко мне ко мне этот самый вернее мы там общались с журналисткой с одной неважно с кем которая которая в российская журналистка мы делали маленькое там интервью неважно вот и сделав это интервью потом что-то там ну еще пару слов уже не для не для интервью а ну то есть просто перекидывались пару слов и обсуждали в том числе женское одиночное катание она горит слушая в пресс-центре ко мне подходит немец немецкий журналист и говорит слушайте у вас конечно так все хорошо с женским одиночным фигурным катанием здорово просто молодцы но есть одна проблема она говорит какая они так быстро меняются что мы не успеваем их запоминать мы их не успеваем запоминать где иванова где петрова где сидорова где кто понимаете о чем я говорю ну как бы не знаю но это ну на мой взгляд еще раз это как бы момент такой важный еще раз спортсмен закаляется 18 лет простите ну простите ну как бы хорошо мы говорим про женское одиночное катание не про пары там понятное дело да там или не про танцы но 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 ну не знаю ну давайте соберите еще специалистов ну пускай они вам скажут ну я уверен что из 190 человек скажут что ну конечно в 18 лет наверное как-то в рано заканчивать спорта то есть он только-только начался он только-только начался он уже закончился нет не мне просто хочется понять не то есть изменится модель подготовки что будет пик форму спортсмена не в 15 в 17 это позволит ему дольше выступать нет еще раз то есть чтобы мне хочется понять что что изменится вот фигурном катании созревание изменится изменится созревание спортсмена то есть когда спортсмену 14 они эти маленькие девочки порой они еще не созрели у них более устойчивая психика им как бы ну понимаешь дать вам я говорю чем девушки которым 18 все вот о чем вот о чем идет речь той общественности которая за то чтобы поднимать возраст но я вам еще рассказываю чуть больше еще и потому что нам хочется наблюдать как бы за теми спортсменами которые выросли которые вырастают тогда потому что у нас ну и простите но в юниорах то намного больше же девчонок в разы ну их же просто там я даже не знаю сколько их по россии если мы всех там соберем которые более не менее как бы ну симпатично катаются на коньках владеют мастерством да ну то есть их же их же просто много а дальше на этапы кубка россии мы приезжаем у нас 7 7 7 8-9 человек это это с учетом того что в этом году пандемии все поехали не на этапы гран-при я поехали на этапы кубка но мы понимаем что их меньше в разы это понятно что идет естественный какой-то отсев там и все остальное прочее но ну не знаю я уже настолько обширно рассказал и как сказать но понятно проговорил по этой теме что хорошо но окей тема сейчас актуальны наряду с возрастом контракты фигурном катании что вот особенно это явно на эту тему говорит илья вербух что после того как у нас летом случилось несколько переходов громких что надо бы по-хорошему вести какие-то правила контракты права обязанности тренер ученик скажите это возможно в россии по вашему или не верите что в нашем спорте будет все вот на такой контракт на основе происходить но я считаю что знаете как говорят нет ничего невозможного просто это же надо проработать просто это же надо это же надо сделать надо подумать как это сделать и на самом деле эта тема тоже уже достаточно давно есть у нас за кулисами да и но она давно обсуждалась пока что пока что она не не нашла какого-то развития что ли и не нашла какого-то решения но вообще-то это логичная история на сегодняшний момент то что то что предлагается я имею ввиду касаемо там договоров или контрактов со спортсменами нормальная практика другой момент что но насколько мне известно там что-то немножко пошло в тупик да в том смысле что немножко с российским законодательством наверное это связано потому что ну если в ребенок несовершеннолетний то ты не можешь заключать никаких договоров насколько мне вот это как-то с родителями видимо да да тогда 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 нужно делать эти договора или контракты с родителями что в принципе наверное как-то немножко усложняет этот процесс но я вот так свой какой-то комментарий ну и в целом за чтобы как-то регламентировать скажем так отношения чтобы тренер и фигурист понимали что они хотят от друг друга ну конечно ну конечно но мы же занимаем то есть мы сейчас мы сейчас с тобой говорим о чем мы сейчас с тобой говорим в принципе о профессиональном спорте то есть имеется ввиду когда но когда люди выходят на уровень правильно на уровень всероссийский на уровень международный и так далее то есть мы об этих спортсменах говорим правильно же ведь конечно не говорим о спортсменах которые ну скажем так даже никогда в жизни не будут выступать на этапе кубка россии предположим да да то есть мы не об этих мы говорим о тех тех девчонках и мальчишках которые уже из себя что-то представляют и как я уже сказал вышли на на хороший серьезный взрослый уровень понимаешь вот поэтому поэтому если если в хоккей и футболе все прекрасно понимают игрок заключил контракт да и работает по этому контракту он понимает что его контракт закончится 2023 году предположим и соответственно он работает с этим клубом занимается и все остальное прочее ну приблизительно здесь должно быть наверно то же самое чтобы спортсмен понимал чтобы спортсмен понимал да и собственно говоря чтобы и тренер был где-то в какой-то степени застрахован да ну то есть работает вкладывает силы душу и еще остальное прочее ну то есть подготовку в наработки в какие-то тысяча логичная история спасибо огромное сборная россии два года на чемпионатах мира будет выступать без флага и гимна как вы отнеслись к этой новости но со мной ну кто-то даже радуется что как бы два года 14 кто-то говорит наоборот что плохо как следили вообще за носить конечно да ну что какие у вас мысли вообще были по этому поводу слушайте ну какие мог ну какие могут быть мысли но это же как сказать вот просто сейчас мне сказать тебе такую же самую такую же самую отговорку и сказать что ну конечно два года лучше чем 4 но я ну это же понятно мне ну два года лучше чем 4 нет но понятно было бы но давайте так но было бы лучше наверное чтобы не было ничего ну за главу на нас сложно сделать меня на подождите секундочку надо к кто это сделал ну судя по тому что вы говорили в суде это из-за того что у нас была база в лаборатория и как бы мы ее изменили не предоставили первоначальном варианте и из-за этого нас наказали не ну кто-то же в этом виноват ну да наверное но вряд ли спортсмены ну наверное кто-то в этом виноват ну наверное как-то надо наверно ну я не знаю сделать какие-то выводы чтобы это не повторялось вновь но согласитесь да ну вот вот давайте давайте так если если просто если проще говорить да мы как мы выглядим ну мне кажется вы говорите вы как это мы и говорил я говорю сейчас про страну на на фоне всего ну мне кашню не очень ну это мягкого говорить по моему мы выглядим не очень мы действительно выглядим не очень ну как бы такую огромную страну и такую огромную державу до оставляют без гимна без флага сушки мы это уже проходили мы опять туда же на те же граб немножко не на те грабли но как бы у нас уже это было у нас уже было когда пока у нас страны еще не было когда развалилась когда мы выступали снг у нас мы как страна была снг я сам выступал в то время я знаю ну как вы думаете нормально ну вот и спортсмену самому ну вот конечно нет да я я представляю обидно обидно нет ну понятное дело что все вы все все ребята профессионалы там еще остальное прочее и конечно же они будут не конечно же они будут готовиться к чемпионатам европы и мира и к олимпийским играм это все это все понятно но но не знаю но мне кажется что как-то ощущение наверное немножко не те и скажем так ну нам с вами наверное где-то немножко обидно за то что но почему же так то но почему же нас наказывают но почему же мы не сделали того чего мы должны были сделать и как бы ну чтобы не допустить чтобы не допустить таких вот каких-то моментов сейчас все смотрят ну не все но очень популярно шоу ледниковый период смотрите или как и в чих нему относитесь что у нас сейчас на первом канале шоу ледниковый период даже и в при показывают или никого периода соревнования даже на запись задвигают настолько он популярны давай с конца начну как я к нему отношусь к ледниковому периоду прекрасно да прекрасно дополнительная популяризация нашего вида спорта и и без того кстати популярного на сегодняшний момент в нашей стране согласитесь по моему он даже занимает первое место сегодня по популярности если я не ошибаюсь а вот да есть таки даже переплюнул футбол и хоккей вот поэтому но это есть дополнительная как бы история которая интересна и которую зрителям нравится и и поэтому шоу мозга он вот но я не смотрю ну все туда исчерпывающе выучил я я не понял ну хорошо у меня как раз за закончилась память ну что ж друзья пока в конце нашего видео я прогуливаюсь по прекрасному черноморскому побережью я попрошу вас по традиции подписаться на канал фигурка включить уведомления поставить лайки в общем все что вы так прекрасно знаете ну а я меняю субтропики на суровую челябинскую зиму и отправляюсь на чемпионат россии где выступят сильнейшие фигуристы планеты до встречи